МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В марке попала пожилая женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Классическая ситуация на дороге. Два ряда автомобилей остановились, пропуская пешехода. А Хюндай, двигавшийся по крайне левому ряду, продолжил движение. Как результат, серьезные травмы у пострадавшей. Перелом костей таза, ушиб левого предплечье, перелом вывих правого плеча. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения. Темнеет рано, снега нет. Будьте особо внимательны на дорогах. Отдельная просьба к пешеходам. В вечернее время опасна темная одежда без светоотражающих элементов. По данным МЧС, с начала недели в регионе произошло 42 пожара. В огне погиб один человек. Мы еще раз обращаем ваше внимание на соблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара, о котором патрульная служба рассказывала во вторник, 16 декабря. Несколько пожарных расчетов бригада скорой помощи и экипажи ГИБДД были вызваны к дому номер 6 по улице Шишкова. Загорелся двухэтажный бревенчатый дом. По данным МЧС, в доме длительное время никто не проживал. По этому адресу за последние дни пожарные приезжают не в первый раз. Одна из версий возгорания – поджог. На тушение огня работали сотрудники и автоцистерна пожарно-спасательной части номер 3. Две автоцистерны специализированной ПСЧ. Автолестница ПСЧ-4. Служба пожаротушения. Выезжали специалисты электросетей и водоканала. Работу пожарных освещал праздничный салют. В честь освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. По данным МЧС, в здании не было электричества и отопления. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади в 150 квадратных метров. Межэтажное перекрытие. Повреждена внутренняя отделка первого и второго этажей. 19 декабря бывший мэр города Кимры Максим Литвинов арестован за нарушение требований предыдущей меры пресечения подписки о невыезде. Расследовал дело отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. Литвинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о махинациях с муниципальной землей, из-за которых ущерб бюджету составил 18 миллионов рублей. Кроме того, следствием установлено, что в 2013 году Литвинов вместе со своей знакомой похитил бюджетные деньги в сумме более 400 тысяч рублей. До вынесения приговора чиновнику нельзя было покидать Кимры. Однако он нарушил запрет, поэтому теперь будет находиться под стражей. 20 декабря судебные приставы во всех регионах страны провели информационную акцию «Узнай о своих долгах». Акция позволила оперативно узнать о неисполненных обязательствах по решению судов и актов уполномоченных органов. В Твери с 10 до 17 акция прошла в различных районах города. Судебные приставы исполнителей проконсультировали жителей по вопросам оплаты задолженностей и другим вопросам, связанным с исполнительным производством. Обратившимся к гражданам сотрудники ведомства рассказали о сервисе «Банк данных исполнительных производств» и мобильном приложении службы, которые позволяют получить информацию о наличии или отсутствии задолженности. На этой неделе состоялось первое заседание рабочей группы по поводу предстоящей профилактической операции «Снегоход». Среди участников операции, помимо специалистов инспекции гостехнадзора Тверской области, участковой и уполномоченной полиции, сотрудники МЧС, ГИБДД, представители региональных министерств. Одна из основных целей операции – предупреждение несчастных случаев и происшествий с участием водителей внедорожной техники, контроль за соблюдением обязательных требований закона. По официальной информации, за текущий год в Тверской области погибло и пострадало 8 человек во время эксплуатации внедорожных мототранспортных средств. Зачастую причиной таких происшествий становится выезд техники на неокрепший лёд водоёмов, управление техникой без соответствующих навыков управления. Всё это, конечно, усугубляется иногда нахождением лиц, которые управляют внедорожными и мототранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В рамках операции будут проводиться не только рейды, но и адресная работа с владельцами внедорожной техники. Главный акцент – на профилактику правонарушений. Адресная работа с организациями розничной торговли внедорожными и мототранспортными средствами, а также с организациями, которые ошляют подготовку водителей внедорожных и мототранспортных средств. За время операции будет проведено порядка 370 профилактических рейдов в местах массовой эксплуатации внедорожной мототехники, такие как акватории водоёмов, лесные массивы, зоны отдыха, дороги и общего пользования. В операции принимают участие представители региональных министерств природных ресурсов и экологии Тверской области, министерств лесного хозяйства, представители органов внутренних дел, нештатные инспекторы гостехнодзора. На рабочую встречу были приглашены представители торговых организаций, где жители и гости региона приобретают квадроциклы и снегоходы. Организациям, которые поставляют в наш регион внедорожную мототехнику, отводится определенная роль, значительное, я бы сказал, формирование культуры эксплуатации внедорожной мототехники. Впервые у нас владелец сталкивается с техникой в салоне при её выборе, и от качества проведённой консультации поставщиком техники зависит во многом поведение этого владельца в дальнейшем. Профилактическая операция «Снегоход» пройдёт в Тверском регионе с 5 января по 29 февраля включительно. Надеемся, что к этому зимнему времени уже выпадет снег, и владельцы снегоходов смогут с пользой для себя и без ущерба для остальных отдохнуть на волжских просторах. 20 декабря в нашей стране отмечается День работника органов безопасности России. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Управления ФСБ по Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя и другие руководители региональных органов власти. Более подробно об успешных операциях сотрудников спецслужб мы расскажем на следующей неделе. А пока скажем, наивысшей оценке в обществе заслуживает предотвращение реальных террористических актов и спасение сотни жизней жителей Верхневолжья. С праздником вас, друзья!